Эпилепсия 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 На самом деле заболевание очень сложное Рассказать про него в 30 минутах Это очень тяжело Я очень плотно занимаюсь эпилептологией Я являюсь еще врачом-нейрофизиологом Я не просто назначаю лечение Я еще обследую этих пациентов Причем мы пишем Как правило исследования ночные Они достаточно длительные И с пациентами приходится находиться Очень долгое время Поэтому часто изнутри понимаешь Что они чувствуют, что они переживают И эпилепсия по сути Это самое яркое заболевание мозга И пока мы до конца не познаем мозг Мы никогда не познаем эпилепсию Вот в этом проблема То есть сколько бы вы вопросов не задавали Сколько бы я не отвечал Чем глубже я погружаюсь вообще В проблему эпилепсии Тем больше вопросов возникает И ты понимаешь, что все далеко не так просто Как пишут, скажем, в учебниках Но тем не менее Я хотел бы поговорить о таких вещах Как диагностика эпилепсии Как лечение эпилепсии Очень важный момент И стиль жизни Стиль жизни Это будет наиболее актуально Может быть для каких-то родственников больных Или для самих больных Прежде чем вообще говорить о заболевании Очень важно в классической медицине В классических академических специальностях Очень важно понять дефиницию То есть дефиниция имеется в виду определение Что такое эпилепсия Вообще существует классическое определение Заболевания эпилепсии Которое было дано в 1989 году Международной противоэпилептической лиги Определение такое Что эпилепсия это хроническое заболевание головного мозга Которое характеризуется повторными приступами Заключающимися в нарушениями Вегетативных, мыслительных, двигательных и сенсорных функциях Происходящие в результате раздражения клеток Серого вещества головного мозга И вот в этом определении Есть очень важные такие точки Которые говорят многое об этом заболевании Во-первых, нужно понимать Что это заболевание хроническое Отсюда можно отсечь множество вопросов То есть, когда пациенты задают вопрос Насколько я могу излечиться от эпилепсии Я всегда им показываю это определение И говорю о том, что заболевание является хроническим То есть, по сути, вылечить его очень тяжело Как правило, оно может проходить в некоторых случаях само Но никто не дает гарантии, что возникнув в детстве Оно не сохранится до старости Во-вторых, очень важный момент Эпилепсия это именно повторные приступы То есть, однократный приступ некий Ни в коем случае нельзя считать эпилепсией И сразу ставить диагноз Некоторые врачи в этом плане немножко торопятся И ошибаются, и после однократного приступа Они ставят этот диагноз А диагноз является очень стигматизирующим То есть, он накладывает определенный отпечаток на пациента Поэтому нужно помнить о том, что эпилепсия Это именно повторные приступы Однократный приступ не является эпилепсией Приступы эти преимущественно непровоцируемые То есть, это говорит о том Вот молодой человек задавал вопрос Можно ли вызвать эпилепсию На самом деле, все-таки эпилептические приступы В основном, они спонтанные Это очень важный момент Некоторые пациенты приходят и говорят Вы знаете, я вчера пошел сдавать кровь Мне ввели иголку в вену Я упал, меня немного трясло То есть, приходят якобы с диагнозом эпилепсии За диагнозом вроде как Ну, в этом случае всегда сразу возникает вопрос Потому что приступ являлся провоцированным То есть, эпилепсия это всегда непровоцированные приступы И необходимо, тоже достаточно важный момент Необходимо помнить, что эпилепсия Это заболевание именно серого вещества головного мозга Сколько бы девушка не пыталась спорить О том, что спинной мозг может иметь некое влияние Никакого отношения к эпилепсии это не имеет Эпилепсия это заболевание коры головного мозга То есть, серого вещества головного мозга Сейчас очень много шарлатанов вокруг Есть люди, которые работают руками Которые, ну, так называемые там атлантотерапевты То есть, люди, которые объясняют пациентам так Что вот у вас это заболевание связано с нарушением кровотока головного мозга Сейчас я вам покручу шею У вас улучшится приток и у вас прекратятся приступы Нужно помнить о том, что никакой связи именно с сосудами это не имеет То есть, это заболевание серого вещества головного мозга Можно, тогда, следующий слайд Достаточно страшный ролик Это прошлый год Хоккейная игра между Борисом и Авангардом Можно запустить, да? И в процессе матча капитан команды Авангард получил тяжелейшую травму Вот такой удар в борт И у него тут же возникают судороги Но зачем я показываю этот ролик? Это данные судороги ни в коем случае нельзя называть эпилепсией То есть, это острая реакция мозга на травму Так называемый острый судорожный синдром То есть, это ролик для того, чтобы отделить эпилепсию от каких-то состояний Которые являются просто острой реакцией мозга, допустим, на какой-то раздражитель На травму или на кровоизлияние Можно следующий, да? В каких случаях можно начать лечение после первого приступа? Действительно, в целом вообще считается, что эпилепсия – это всегда повторные приступы Но существует некоторое состояние, когда, в принципе, лечение можно назначить после первого приступа Какие это случаи? Это, прежде всего, состояние, когда мы знаем, что у пациента есть тяжелое поражение коры головного мозга Допустим, родился ребенок, тяжелейшая родовая травма Допустим, половина полушария там практически отсутствует То есть, является кистой У ребенка, допустим, ДЦП И в этом случае, естественно, мы можем уже после первого приступа назначать лечение Потому что дожидаться последующих приступов достаточно глупо Кроме этого, какие ситуации? Ну, допустим, если есть наследственность Допустим, приходит девушка молодая, у нее начались приступы И опрашивая семью, мы понимаем, что у ее мамы, у ее сестры тоже были приступы То есть, это некая генетическая форма В этом случае нет смысла дожидаться более тяжелых приступов Можно назначить лечение после первого приступа И третий, пожалуй, параметр, когда назначается лечение сразу То есть, не дожидаясь повторных приступов Это социальный статус пациента Вот я был на приеме со своим учителем Он московский профессор И к нему пришел генерал ФСБ на прием И говорит о том, что, вы знаете, вот, уважаемый профессор У меня случился однократный приступ эпилептический Но понятно, что тут же нужно назначать лечение таким людям Потому что, ну, вы понимаете, что при такой должности Повторные приступы, скажем, на каком-то заседании Это недопустимо для человека То есть, это будет крахом его карьеры Поэтому, естественно, у таких пациентов мы не дожидаемся повторных приступов Можно следующий, да? К вопросам диагностики Ну, вы помните, что это вот фреска, которая представлена в соборе В храме Спаса на Крови Это в городе Санкт-Петербурге Рядом с Невским проспектом есть храм И там на одной из стен вот такая вот фреска Она называется «Исцеление бесноватого» Ну, вы знаете, что эпилепсия считалась заболеванием Когда человеком овладевают бесы И вот такого пациента больного показывает Иисус Он наложением руки определяет, видимо, форму эпилепсии И тут же ее лечит Ну, естественно, с тех пор прошло много лет И на данный момент существуют определенные постулаты в диагностике эпилепсии Можно следующий слайд? Вообще, диагноз эпилепсии, он базируется на трех китах То есть, существует три основных параметра По которым мы выставляем диагноз эпилепсии Первый – это подробное описание приступа С этим очень часто бывают проблемы Во-первых, очень часто у людей проблемы с речью в целом Во-вторых, приходит сам пациент на прием Это большая ошибка То есть, желательно приходить не только пациенту То есть, человеку, у кого есть приступы Но обязательно приводить с собой очевидцев Потому что часто человек сам не может рассказать про свой приступ Потому что он их просто не видит со стороны Поэтому описание приступа – это очень важный момент Второй момент – это картинка мозга Ну, то есть, если научно говорить Это некий метод нейровизуализации То есть, для того, чтобы поставить диагноз Мы должны увидеть, как у пациента выглядит мозг Есть в нем изменения или нет изменений Если есть определенные изменения То насколько они связаны с его приступами Третий момент, который обязателен для постановки диагноза Это функция клетки То есть, это прежде всего электроэнцефалограмма Мы должны оценить, найти очаг Найти некую группу возбужденных клеток в мозге пациента В этом случае, основываясь на трех этих параметрах Мы уже можем выставлять диагноз И в последнее время то, о чем я говорил Начинает активно развиваться генетика эпилепсии То есть, существует достаточно большое количество форм эпилепсии При которых у пациента нет никаких изменений в мозге При этом у него есть некоторые мутации в генотипе Которые могут вызывать эпилептические приступы Поэтому на данный момент, кроме вот этих трех пунктов Мы еще обследуем пациента в плане генетики То есть, есть специальные генетические центры Которые проводят так называемое секвенирование генома То есть, они просматривают геном пациента Это достаточно дорогое исследование И находят в этом геноме мутации Они присылают перечень мутаций врачу-эпилептологу И эпилептолог уже решает, насколько эти мутации связаны с конкретным пациентом Следующий, можно диагноз? Ой, слайд Значит, этот человек, Гансбергер Человек, которому мы обязаны изобретением электроэнцефалограммы Он вообще родился в Германии Но нужно отметить, что изначально вообще Гансбергер Он предполагал, что электроэнцефалография будет служить для других целей То есть, его мечтами было то, что он с помощью электроэнцефалограмма Сможет передавать мысли на расстоянии и т.д. И когда этого он не достиг, он был очень расстроен И, возможно, отчасти с этим связан вот такой печальный конец достаточно его жизни То есть, по сути, Гансбергер был признан уже после своей смерти То есть, его последователи показали, что данный метод электроэнцефалограммы Он имеет право на существование и является основным методом для диагностики эпилепсии по сей день Можно следующий? Ну, и таким образом выглядит электроэнцефалограмма То есть, таким образом выглядит пациент, который проходит электроэнцефалограмму То есть, на поверхность скальпа накладывается множество электродов Которые снимают потенциал возбуждения с нейронов То есть, ищут очаги эпилептифорного возбуждения в мозге у пациента Эти электроды, они накладываются не хаотично Вот тут мы видим схему некую С левой стороны накладываются электроды нечетные С правой стороны накладываются четные электроды И есть еще макушечные электроды, так называемые, обозначающиеся цифрой Z Ну, в это углубляться, я думаю, тут не врачам не стоит Можно следующий слайд? Вот таким образом выглядит клинический генерализованный тоник-клонический приступ Выглядит действительно достаточно драматично То есть, вы видите, сейчас возникает тоническая фаза у пациента Когда тело вытягивает Тоническая фаза, как правило, длится достаточно короткое время Потому что организм просто не может выдать столько энергии То есть, вот эта тоническая фаза требует достаточно больших энергозатрат И когда теряется энергия, то есть, когда организм не может поддерживать вот эту тоническую фазу Возникает уже клония То есть, идет истощение энергетических запасов И идут вот такие уже клонические подергивания И, естественно, вот таких пациентов в древние времена называли басноватыми Так как предполагали, что в человека вселяются некие сверхсилы Следующий, можно слайд? Ну, можно следующий Вот этот вот слайд, да Вот этот Это вот как раз то, о чем говорили Метод видеоэгомониторинга То есть, синхронная запись видео пациента и его электроэнцефалограммы И вот у мальчика возникает так называемый абсансный приступ То есть, возникает генерализованный разряд в мозге Мы видим, что на электроэнцефалограмме идет разряд И в этот момент ребенок полностью отключается То есть, некоторое время отсутствует Вот такие абсансные приступы Они очень часто не распознаются окружающими То есть, учителя часто говорят, что ребенок задумчивый Что он отвлекается, у него снижена концентрация внимания На самом деле, очень часто вот такие приступы Ну, скрываются за маской просто мечтательности и невнимательности Поэтому нужно быть очень осторожными в плане вот таких вот приступов Можно следующий? Нет, следующий слайд Это мы говорили о функции мозга То есть, для того, чтобы изучить функцию клетки То есть, как она функционирует Дает она патологический разряд или нет Мы проводим электроэнцефалографию Очень важным моментом для того, чтобы исследовать именно картинку мозга И является МРТ МРТ-сканирование Ну, вот с правой стороны мы видим, как выглядит МРТ-томограф МРТ-томограф, то есть, пациент погружается на кушетку, заводит в закрытый такой контур Закрытый контур – это такой сверхмощный магнит И вот таким образом выглядит на разрезе сам аппарат магнитно-резонансной томографии Магнитно-резонансная томография – это метод, который позволяет прижизненно, без каких-то инвазивных вмешательств болезненных, изучить структуру головного мозга Это является основным методом диагностики при эпилепсии, то есть, при изучении мозга у пациентов с эпилепсией Следующий можно слайд Существуют два метода нейровизуализации, то есть, методы, которые могут позволить нам увидеть в деталях мозг Существует МРТ-метод магнитно-резонансная томография на слайде слева И метод компьютерной томографии, который на слайде представлен справа Существует определенная особенность обоих методов Я вообще рекомендую всегда в клинической практике при эпилепсии использовать именно МРТ То есть, если есть подозрения на эпилепсию, ведущим методом является именно магнитно-резонансная томография Потому что она лучше визуализирует мягкие структуры То есть, так как мозг, вы знаете, состоит во многом из воды То есть, большое количество молекул воды содержит То именно метод магнитно-резонансной томографии позволяет лучшим образом разглядеть мозг КТ лучше не применять Следующий, можно слайд? Ну вот, какие существуют особенности? То есть, на что нужно обращать внимание пациенту, когда он готовится к проведению МРТ-сканирования? Вот мы видим слайд Это так называемый семитословый томограф Это самые современные томографы То есть, напряженность магнитного поля очень высокая в этом томографе Это позволяет добиться очень высокой контрастности И мы видим действительно очень контрастный слайд На нем видна буквально каждая извильная И даже вот если мы посмотрим на мозжечок Мы видим, насколько вот тонко можно лицезреть архитектонику мозжечка на этом аппарате Какие существуют ограничения у метода? Ну, скажем, для детей это прежде всего наркоз То есть, у детей до семи лет Они не могут выдержать пребывания вот в этом замкнутом пространстве Они постоянно крутятся, то есть, они не могут спокойно лежать Поэтому таким детям приходится применять наркоз К сожалению, это большая проблема Скажем, в Казани существуют единичные центры Как правило, это крупные центры Ну, у нас, по сути, это республиканская детская больница Которые имеют наркозный аппарат для детей То есть, они могут соответствующим образом подготовить ребенка к МРТ Важным параметром при проведении МРТ является параметр напряженности магнитного поля Напряженность магнитного поля, она измеряется в Теслах То есть, нужно запомнить, что чем выше количество Тесла у аппарата То есть, существуют низкопольные томографы Это до одного Тесла напряженность поля И высокопольные томографы Для того, чтобы увидеть какие-то тонкие изменения в мозге Необходимо проводить исследования именно на высокопольном томографе То есть, желательно, чтобы напряженность была не менее полутора Тесл Несколько вот этих вот шагов сканирования Толщина среза должна быть не более одного миллиметра при сканировании И шаг сканирования в идеале не более одного десятых миллиметра Можно следующий слайд? Какие существуют новые методики в диагностике эпилепсии? Ну, наиболее таким фантастическим, пока недостижимым методом диагностики для нас, к сожалению Является так называемая магнитная энцефалография Вот таким образом она выглядит, маленького ребенка обследует Мозг помещается, ну, голова помещается вот в такой вот большой аппарат, тубу И что этот метод дает? То есть, этот метод дает наложение на томограмму человека Магнитных возмущений в его мозге Мы понимаем, что любой разряд какой-то электрический в мозге Он сопровождается еще и магнитными возмущениями И вот этот аппарат для магнитной энцефалографии Он позволяет улавливать эти магнитные излучения Что это дает? То есть, мы можем наблюдать возмущение в мозге, которое исходит из глубинных структур То есть, обычная энцефалограмма, она снимается с поверхности скальпа И те очаги, которые находятся очень глубоко, скажем, у основания лобной доли Или которые находятся в глубине виска Они иногда просто не пробиваются на поверхность мозга То есть, мы видели случаи, когда у пациента идет приступ А на энцефалограмме ничего нет Потому что очаг настолько глубоко находится Что мы просто не можем уловить этот приступ Магнитная энцефалография, она снимает эти вопросы Если у кого-то есть интерес Вы, в принципе, можете почитать про этот метод Очень интересный и современный Можно следующий? По поводу медикаментозного лечения Я извиняюсь, что слайд англоязычный Просто достаточно долго было его переводить Существует огромное количество препаратов Вот они изображены слева Они разбиты по столбцам И каждый препарат влияет на те или иные моменты биохимического обмена в мозге То есть, каждый препарат имеет различные точки приложения Существуют препараты, которые имеют несколько точек приложения Так называемые препараты широкого спектра действия И существуют препараты, как снайперские винтовки То есть, они конкретно бьют по одному типу приступов Скажем, есть препарат, это суксимид Он работает, вот он представлен Это суксимид, он конкретно влияет на кальциевые каналы И он конкретно помогает при абсансных приступах То есть, ни при каких других приступах практически он не работает Поэтому, когда пациенты задают вопрос Это сильный или слабый препарат? Нет такого понятия в фармакологии эпилепсии Сильный или слабый? Есть препарат, который идеально работает при тех или иных формах При тех или иных формах приступов Поэтому сильный или слабый, такие моменты тут не работают Можно следующий слайд? Какие основные требования существуют к препаратам? Ну, прежде всего, естественно, это эффективность То есть, насколько препарат способен купировать приступы у пациента Считается, что если частота приступов снижается на 50% наполовину То препарат является эффективным То есть, его нет смысла заменять, нет смысла отменять Но мы понимаем, что если, скажем, у пациента 100 приступов в день Даже если у него остается 50 приступов То он остается неудовлетворенным лечением Хотя формально, в принципе, критерий эффективности у этого препарата соблюден Естественно, огромное значение имеет фактор переносимости То есть, даже если препарат у вас купирует приступы Но вы его не переносите, у вас выпадают Особенно это часто бывает у девушек То есть, девушки приходят сначала довольные, что у них прошли приступы Потом они уже приходят второй раз с недовольным лицом И говорят, доктор, вы мне назначили препарат, у меня выпадают волосы Я начала очень много есть У меня снизилось настроение То есть, уже на первый план для пациента Приходит вот этот вот параметр переносимости Поэтому это тоже очень важный момент И, естественно, очень важным критерием является доступность препарата Мы с этим сталкиваемся ежедневно То есть, современные противоэпилептические препараты Несмотря на то, что они являются эффективными и хорошо переносимыми Они могут иметь очень высокую цену То есть, соответственно, они недоступны Но, скажем, вот последний препарат, который были синтезированы Месяц лечения стоит 9-10 тысяч Понятно, что далеко не каждый пациент Особенно пациент с эпилепсией Может позволить себе лечение вот таким препаратом, который стоит 10 тысяч в месяц Далее, можно следующий слайд Что определяет выбор препарата? То есть, почему вы назначили тот или иной препарат, спрашивают пациенты Ну, во-первых, возраст То есть, я являюсь детским эпилептологом В том числе, то есть, больше всего именно с детьми работаю И мы сталкиваемся с тем, что очень часто мы не можем назначить препарат некий Потому что нет достойной формы То есть, нет жидкой формы Ребенок не может глотать таблетки Соответственно, это является проблемой для ребенка Или нет официальной регистрации То есть, нельзя назначать препарат, который не зарегистрирован, скажем, в возрасте одного года Я не могу назначить препарат ребенку, который был опробирован на взрослых пациентах Общее состояние пациента является критерием выбора пол Пол в том плане, что, ну, прежде всего, женский пол То есть, очень часто существует ряд препаратов, который может влиять на плод Может влиять на циклы Может влиять на яичники То есть, вызывать поликистоз яичников Поэтому некоторые препараты женщинам, они противопоказаны Или назначаются с большой осторожностью Наличие лишнего веса Прием дополнительных препаратов Беременность – очень важный критерий Об этом я поговорю чуть позже Естественно, материальное положение То есть, когда приходит пациент и говорит Доктор, я молодой, успешный парень Вот у меня приступы Но я хочу жить полноценной жизнью Назначите мне какой-то современный препарат То есть, я предупреждаю, что я назначаю вам современный препарат Который дает малопобочных Но, тем не менее, его цена там может доходить до 5000 в месяц В этом случае, если человек на это готов То мы останавливаемся на этом препарате То есть, всегда нужно оценивать, кто перед вами, какой пациент Естественно, род деятельности и психический статус пациента Следующий слайд В чем отличие препаратов? То, о чем я говорил Существует различный спектр действия То есть, существуют препараты, которые влияют на все виды приступов Ну, классическим таким препаратом является вольпроевая кислота Она была изобретена еще в 68-м году И с тех пор, в принципе, является одним из лучших препаратов Противоэпилептических И влияет, в принципе, на все типы приступов То есть, если мы до конца не знаем, какая форма эпилепсии конкретного пациента Если мы планируем только более детально его обследовать То мы назначаем, как первый препарат, его Форма выпуска – очень важный момент Вы знаете, есть пациенты, которые не могут глотать препараты Или которым требуется внутривенное введение препарата В этом случае мы должны исходить из того, есть ли у препарата внутривенной формы Новые противоэпилептические, старые противоэпилептические препараты Есть препарат, скажем, фенобарбетал, который был синтезирован в 1912 году До сих пор многие пациенты принимают этот препарат, хотя он имеет достаточно большое количество побочных Но прежде всего это депрессивные расстройства, это импотенция и снижение либидо И тем не менее, многие врачи назначают до сих пор этот препарат активным пациентам Очень важный параметр – число приемов Дело в том, что чем это доказано исследованиями, чем меньше число приемов препарата Тем больше комплоентность, то есть приверженность к лечению Если мы даем пациенту препарат и говорим, что его нужно принимать 3 раза в день Как правило, мы очень быстро теряем этого пациента То есть он перестает принимать препарат как следует И у него опять начинаются приступы Современные препараты рассчитаны таким образом, что мы можем принимать препарат 1 раз в сутки Это очень удобно, то есть очень часто родители просят назначить препарат с однократным приемом Потому что когда ребенок начинает в школе принимать препарат, ну возникает множество вопросов Понятно, что не хочется пить таблетки при своих там друзьях-одноклассниках Можно следующий? Ну тут важный параметр – есть оригинальный препарат, это нужно знать Это очень важный момент То есть существует оригинальный препарат, который был впервые То есть эта молекула была впервые изобретена той или иной фирмой И существуют копии То есть когда проходит 5 лет, разные фирмы могут выкупить эту молекулу, эту формулу И производить собственные препараты И вот тут такой пример Вы видите две марки автомобиля Внешне они похожи друг на друга То есть в аптеке могут говорить, что препараты – это точная копия Они ничем не отличаются Но, естественно, они отличаются по цене И они имеют совсем разную эффективность То есть те, кто ездил на этих двух машинах, поймет, да, что существует огромная разница Можно следующий? Существует в лечении эпилепсии такой момент Ну, возникает безвыходная ситуация То есть так называемая фармакорезистентность То есть это момент, когда мы назначаем новый препарат очередной Испробовано уже большое количество препаратов Несмотря на это нет никакого эффекта То есть у пациента продолжаются приступы Все препараты перепробованы Дозы токсичные То есть у пациента начинаются побочные эффекты Мы не можем поднимать дозу Уже препаратов не остается И при этом приступ продолжается Ну вот похожая ситуация То есть приходят родственники Приходит сам пациент Выглядит он примерно как вот этот лев Недовольный И требует от врача помочь ему дальше Но ситуация, к сожалению, достаточно безвыходная То есть это, как правило, тяжелая форма эпилепсии И в данном случае приходится таких пациентов То есть те пациенты, у которых был выставлен параметр фармакорезистентности То есть им не помогают препараты Таких пациентов мы вынуждены отправлять к нейрохирургам Можно следующий? Нейрохирургия эпилепсии Это опять же развивающееся направление в медицине То есть для того, что нужно для того, чтобы направить пациента к нейрохирургам Для этого нужно соблюсти два критерия То есть нужно доказать, что эпилепсия является фармакорезистентной То есть то, что ему не помогают препараты И второй основной критерий Нейрохирург должен видеть, что все приступы у пациента исходят из конкретного очага То есть пациент должен быть очень хорошо диагностирован Нейрохирург, естественно, ни один из нейрохирургов не будет разговаривать с пациентом Если он не обследован и если не доказано, что у него есть какой-то один конкретный участок в мозге Который выдает приступы Потому что ни один нейрохирург, понятно, не будет кромсать весь мозг И искать в процессе операции, откуда у пациента исходят приступы А вообще вот сама эта картина, это картина Босха Наверняка вы знаете такого живописца Это фламандская школа живописи Картина называется «Удаление камней глупости» То есть в древние времена ходили вот такие шарлатаны по деревням И они объясняли пациентам так, что у вас в мозгу есть некие камни глупости Я сейчас их удалю и у вас прекратятся приступы И вот таким образом они просто делали надрез на коже Ковырялись там, какие-то заранее подготовленные камни забирали оттуда якобы И родственники его были очень довольны, что вот провели операцию И избавили пациента от приступов Ну естественно, для того, чтобы не попасться Ну на данный момент, я надеюсь, эти времена не ушли в прошлое Можно следующий? Существует некоторая группа пациентов, которые не могут быть направлены на нейрохирургическое лечение эпилепсии Так как они имеют несколько очагов в мозге То есть очаги эпилептифорные находятся в разных участках мозга Естественно, мы не можем вырезать половину мозга Иначе просто пациент не выживет И в этом случае существуют некие палеотивные методы лечения эпилепсии К одним из таких методов новых, интересных, относятся так называемая стимуляция блуждающего нерва Вот на слайде слева представлена такая форма лечения То есть в чем заключается лечение? Устанавливается под кожу специальный стимулятор, который соединен с блуждающим нервом Это нерв, который отвечает за иннервацию сосудов, за иннервацию вегетативной нервной системы у человека И когда у пациента учащается число сердцебиений перед приступом Этот стимулятор включается, дает разряд И таким образом он как бы сбивает приступ Этот метод, он существует не так давно Он называется в англоязычной литературе VNS Vagus Nerve Stimulation И вот этот вот метод VNS, он сейчас показывает очень неплохие результаты То есть в первые годы к нему очень скептически отнеслись, что вроде как от приступов он не избавляет Ну пусть он там дает некое улучшение, но оно не столь принципиальное Сейчас вот на протяжении уже там 15-20 лет активно его применяют И было показано, что в принципе у некоторых пациентов даже полностью прекращаются приступы То есть этот метод может быть действительно эффективным Можно следующий? Еще из видов лечения, которые могут быть применены у пациентов с эпилепсией Как правило, это те пациенты, которым не помогает ни хирургическое лечение, ни препараты Таким пациентам может применяться так называемая кетогенная диета То есть, как вы видите на этом слайде Смысл этой диеты в том, что применяется в подборе рациона огромное количество жиров То есть, таким образом возникает закисление клеток, закисление крови Возникает ацидоз и у пациента каким-то образом снижается количество приступов Но в чем проблема? Дело в том, что за границей существует вот такое вот лечение в форме кормов То есть, вы можете зайти в супермаркет Там непосредственно есть отдел, в котором продаются вот такие вот кетогенные продукты для кетогенной диеты У нас этого не существует То есть, у нас он не настолько активно используется, это вид лечения Поэтому у нас нет вот этих готовых кормов И приходится специально их разрабатывать совместно с диетологами И требуется постоянно очень жесткий контроль Проблема в том, что вот эта вот диета имеет огромное количество побочных И пациенты очень легко срываются с этой диеты, потому что очень тяжело удержаться Ну и действительно позволяет сократить количество приступов Иногда перевести пациента в ремиссию Следующий можно? Что необходимо для хорошего контроля эпилепсии? Вы видите на слайде Это регулярный прием препарата, регулярное посещение врача Контроль функций головного мозга регулярная И исключение провоцирующих факторов Я хотел бы поговорить Можно следующий слайд о провоцирующих факторах? Основными провоцирующими факторами при эпилепсии являются недосыпание И особенно раннее пробуждение То, что вы видите на слайде То есть если пациент Если таких пациентов резко разбудить, скажем, в 5 утра Таким пациентам не подходит работа с ночными дежурствами Скажем, таким пациентам очень опасно работать в неотложной хирургии Где-то где-то ночью постоянно резко будет Это самое опасное для мозга пациента с эпилепсией Мы видим также провоцирующие факторы Психоактивные вещества Употребление алкоголя Стресс Фотостимуляция Стробоскопирование И просмотр определенных телепередач Японские мультики с очень частой сменой кадра Также могут вызывать приступы эпилептические За счет вот этого вот раздражения Фотостимуляции Следующий можно фактор? Какие анализы следует сдавать при эпилепсии? Значит, пациент с эпилепсией должен понимать, что прием препаратов достаточно серьезно влияет на его организм Необходимо регулярно сдавать биохимический анализ крови То есть смотреть, оценивать функцию печени, функцию поджелудочной железы Необходимо при приеме некоторых препаратов регулярно смотреть анализ мочи То есть смотреть, не образуются ли кристаллы в моче, потому что это может приводить к образованию камней И очень важным моментом является периодическое УЗИ органов брюшной полости То есть если пациент принимает антиэпилептический препарат Нужно обязательно смотреть, как выглядит его печень Не происходит ли каких-то перерождений печени Потому что это может быть Следующий можно слайд? По поводу контрацепции Момент тоже очень важный Вообще при эпилепсии рекомендуется барьерный метод контрацепции То есть это прежде всего использование презервативов Дело в том, что противоэпилептические препараты стимулируют печень И за счет вот этой стимуляции печени они могут снижать концентрацию оральных контрацептивов в крови И при этом, если пациент принимает антиэпилептический препарат И как бы планирует начать принимать оральные контрацептивы Нужно обсудить это обязательно с гинекологом Часто приходится повышать дозу оральных контрацептивов примерно в два раза Для того, чтобы был какой-то эффект от контрацепции Следующий можно слайд? Беременность и эпилепсия Очень важный момент Это как раз то, чем я занимался в своей научной работе То есть мы изучали, как влияет эпилепсия на беременность Нужно отметить, что примерно не 27 лет, но возраст То есть это возраст от 15 до 40 лет Тот возраст, когда женщина способна забеременеть Поэтому пациентам очень важно обращать внимание с эпилепсией Как они готовятся к своей беременности Во-первых, нужно заранее проинформировать врача Нужно пересмотреть диагноз То есть вообще решить, стоит пациент принимать препарат или нет Необходим жесткий контроль приступов Не рекомендуется замена препарата во время беременности Или можно заменять препарат на менее тартогенный То есть на тот препарат, который не влияет на плод Вообще любой девушке с эпилепсией В возрасте от 20 до 45 лет Рекомендуется применять регулярно пить фолиевую кислоту Особенно если не предохраняется Потому что фолиевая кислота улучшает обмен веществ И способствует сокращению количества патологий нервной трубки Уплодает очень важный момент Кроме этого, пациентке с эпилепсией важно проходить дополнительные УЗИ То есть есть определенные декретированные сроки, в которых беременная женщина должна проходить УЗИ Но пациентам с эпилепсией очень важно проходить дополнительные УЗИ-исследования Для того, чтобы исключить уродство И пациентам с эпилепсией беременным Необходимо периодически исследовать альфа-фетопротеин Это вещество, которое повышается в случае, если у плода есть какие-то неблагополучия То есть предполагается какая-то патология плода Следующий слайд Миф о беременности при эпилепсии Мы занимались этой проблемой, как я уже говорил Долгое время считалось, что вообще при эпилепсии не рекомендуется беременеть На самом деле это полный бред И 90% женщин с эпилепсией имеют достаточно хорошо протекающую беременность и здоровых детей То есть очень важным моментом является контроль приступов То есть нужно вовремя подавить приступы у пациентки И необходимо подобрать нужный препарат Действительно существуют некоторые препараты, которые очень сильно влияют на плод Так называемые высоко тратогенные препараты Таких препаратов надо избегать Можно следующий слайд? Вот в 60-х годах был описан так называемый гидонтаиновый синдром плода То есть это женщины, которые принимали гидонтаин Это антиэпилептический препарат Блокатор натриевых каналов Принимали во время беременности этот препарат И обратили внимание на то, что их дети Они похожи между собой в большинстве случаев То есть у них есть специфические особенности Это, во-первых, патология, как вы видите, кисти То есть патология фаланг пальцев врожденная Это, как правило, особенность строения лица Так называемый стигма дизембриогенеза Лицевой дизморфизм То есть вы видите широкий скат носа Широкий фильтр носа Оттопыренные уши И самая большая проблема у таких детей Это то, что они, как правило, являлись умственно отсталыми То есть у этих детей были нейропсихологические проблемы Которые не позволяли им учиться в обычной школе Поэтому, прежде естественно Чем назначать некий препарат беременной Или вообще девушке с эпилепсией Нужно задуматься о последствиях И подобрать нужный препарат По поводу лактации при эпилепсии Тут вот такая странная картинка на первый взгляд Это реальная картинка Это такой есть художник Рибера На одной из картин Испанский художник изображена вот такая женщина с герсутизмом То есть это женщина, которая в 37 лет заболела неким заболеванием эндокрином И начала меняться И вот таким образом была очень похожа на мужчину Но тем не менее, судя по картине Не потеряла способность к лактации По поводу лактации при эпилепсии Момент какой? То есть вообще во многих руководствах Описано, что кормление груди То есть лактация от кормления груди Строго противопоказана Но сейчас этот вопрос пересмотрели Не рекомендуют отказываться женщинам с эпилепсией от грудного вскармливания Потому что ребенок и так получает препарат, когда находится внутриутробно То есть высокая концентрация препаратов в крови у женщины И считается, что нецелесообразно отказываться от грудного вскармливания Учитывая то, что ребенок уже получал этот препарат на протяжении беременности Можно следующий Дети от больных эпилепсии То есть дети, которые рождаются от пациентов с эпилепсией Они несколько отличаются от популяции, как правило И им необходимо обязательно проведение неврологических осмотров регулярных Оценку наличия аномалий развития То есть нет ли у них каких-то пороков Это при рождении оценивается Обязательно таким детям проводить видеоэгомонитарирование И нейропсихологическое тестирование То есть нами вот в нашей работе было показано Что у детей, рожденных от родителей с эпилепсией Часто выявляются нарушения концентрации внимания То есть они также являются У них страдает вербальный общий интеллект Как правило, относительно общей популяции То есть есть некоторые особенности Это нужно вовремя выявить и вовремя назначить лечение То есть направить пациентов к нейропсихологам Возможно, к психиатрам Можно следующий Очень важный момент Как помочь пациенту с эпилепсией То есть что делать, если стали очевидцем приступа Но раньше и вообще до сих пор существует такое мнение Что нужно очень активно лезть в рот пациенту Стремиться там прижимать язык ложкой Некоторые это руками пытаются сделать На данный момент это строго не рекомендуется Дело в том, что язык западает только в том случае Если пациент лежит на спине И особенно язык западает в том случае Если очевидца начинает какие-то манипуляции с головой То есть во время приступа ни в коем случае Нельзя запрокидывать голову пациенту Потому что действительно может запасть язык Самое простое, что может сделать человек Который является очевидцем приступа Это просто оттащить пациент в какое-то безопасное место Подложить под голову нечто мягкое И обязательно повернуть его на бок То есть в положении на боку в принципе нереально получить западение языка И невозможно задохнуться Ну и существует еще такая рекомендация Если приступ длится более 5 минут Есть высокая вероятность перехода в эпилептический статус у пациента В этом случае необходимо вызывать скорую медицинскую помощь То есть дело в том, что эпилептический статус Это приступ, который является сверхдлительным То есть он длится около 30 минут Он может являться жизнеугрожающим состоянием То есть действительно он опасен Но эпилептический статус обычно встречается Где-то в 1% случаев То есть это бывает очень редко Но тем не менее, если приступ длительный В этом случае более 5 минут Необходимо тут же вызывать скорую помощь Можно следующий? По поводу опять же исцеления при эпилепсии То есть насколько вероятно выздороветь от этого заболевания По данным современным критериям подход такой Выздоровлением считается, если у пациентов в течение 10 лет нет приступов При этом в течение 5 лет он не принимает препараты Вот такой подход То есть существуют некоторые формы, которые могут сами пройти в детстве То есть они самокупирующиеся формы Но большинство форм, к сожалению, являются хроническими И сопровождают пациента на протяжении всей жизни У нас, к сожалению, регламент Да, я все Уже вот скоро, да Все, я Можно следующий? Следующий Еще? Ну все, в принципе, вот мой последний слайд То есть я надеюсь, что после наших лекций Хотя всю проблему эпилепсии осветить очень тяжело Как на этой картине вы сможете разглядеть в этом заболевании нечто новое Спасибо за внимание Спасибо большое за лекцию Субтитры сделал DimaTorzok